Друзья, добрый день, с вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчана Терми. Для тех, кто попал на мой основной канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ниже, как всегда, я оставлю ссылку на мой второй канал, на политический канал, где вчера было очень много всего интересного, а точнее интервью с Руберто Нуццо, с военным летчиком Италии. Если кто-то не успел посмотреть, посмотрите, пожалуйста, и ниже по данным сюжетам я оставлю ссылку на мой телеграм-канал. Сейчас интервью с Руберто Нуццо мы с вами разберем, и я еще хочу похвастаться, что наконец-то мне починили мой стабилизатор. Наконец-то я могу снимать не с руки, а в нормальном режиме. Мы в сегодняшнем сюжете, друзья, промониторим вчерашнее интервью. Я хочу связать это интервью со случаем, который произошел в нашем городе, поскольку данная платформа, на которой я сейчас нахожусь, и вы вместе со мной. Здесь мы с вами преимущественно говорим про Италию, про культуру, про традиции итальянские. Кстати, завтра, друзья, у меня будет стрим в 12 часов, именно на этой платформе в 12 часов итальянского время, но у нас разница с Москвой в час. Соответственно, в Москве будет 13.00. Я сегодня после обеда этот анонс пренепременно поставлю. И мы в формате моего завтрашнего стрима мы поговорим о блогер-сфере итальянской и сравним с российской, потому что мне многие мои подписчики задают вопрос про известных итальянских блогеров. Вы просили тоже, чтобы я взяла интервью у кого-то из итальянских блогеров. Да, у нас такие имеются. И Диего Фузаро, и Леонардо Леоне. Он предприниматель. Причем предприниматель с большой буквы, и он же является блогером. У нас имеется Детру Ланутиция. Поэтому поговорим, сравним пренепременно и поговорим о создании независимых СМИ. Вот это основная тема, которая будет затронута. Ну и, естественно, будут и другие интересные темы. Промониторим все события. Давайте прогуляемся по нашему городу и расскажу вам интересный случай, который произошел со мной сегодня утром. Я имею в виду не случай, а новость, которая до меня дошла, благодаря вот тому интервью, которое я вчера взяла у Роберто Нуццо. Смотрите, какой здесь кот. Ведь наверняка тоже чей-то, потому что у нас бездомных не бывает. Котя? Котя, мяу. Скажи мяу. Но ты по-русски не говоришь? Интересно, а ты знаешь Даню? Даню ты моего знаешь? Котика моего наверняка знаешь. Но вот Даня у меня чистенький котик. Вы мне сказали, что котиков надо тряпочкой протерять. Нельзя мыть. Нет-нет, я не мою. Больше тряпочкой протираю. Даню, дай. А тебя тряпочкой протирают? Мне кажется, что не очень-то. Я сегодня поздно встала. Практически в одиннадцать. Потому что вчера легла спать в пятом часу утра в четыре. У меня никаким образом не скачивалось со скайпа интервью. Я не могла сначала понять, по какой причине разгрузила полностью камеру. А потом оказалось, что это была проблема скайпа. Называется баги. Так я понимаю. Ошибка в системе. Значит, несколько часов не скачивалось. Но я удалила практически всю память. И вдруг цак. Буквально одним нажатием это было во втором часу ночи уже интервью скачалось. Поэтому я его дублировала уже поздно, в третьем часу ночи. И по поводу дублирования, потому что мне были написаны замечания, что слышно очень сильно итальянская речь и не очень распознается перевод. Кстати, вот по этому поводу, по поводу вот этого дефекта. Этот дефект, он мне очень даже сыграл на руку. То есть не мне, не мне, а одному человеку, о котором сейчас пойдет речь, который проживает в нашем городе. И он военный. Поэтому что не делается, даже иногда какие-то ошибки, накладки. А получается, что это к лучшему, что они делают какую-то пользу. Вот об этом сейчас мы с вами и поговорим. Не делают, а приносят пользу. Оговорилась. Вот как приятно смотреть на людей. Суббота. Видите, приходят семьями. Я так из-под тяжка немножко поснимаю. Видите, вино стоит у всех. И вот такие подносы деревянные. И на них закуска. Закуска – это сыр, это ветчина местного производства. Ну, а ветчина, вы помните, у нас же вот здесь, с левой стороны, чинтосинези. Вот, вот она. Та самая нарезка. Вот девушка понесла. Посмотрите, пожалуйста. Вот что она из себя представляет. Вот это вот типично тосканская нарезка. Видите, колбаска, сыр и так далее. Это очень вкусно. Очень вкусно и недорого. И вполне можно наесться. Друзья, ну, как бы мне назвать этот сюжет? О русских десантницах или о русскоязычных десантницах Италии замолвите слово. Ну, примерно так. Интересная история произошла. Я понимаю, что, наверное, для больших городов такая история – это мелочь. А для нашего города, а у нас в Кенчану Терми проживает всего-навсего 7 тысяч человек, для меня это, например, большое событие. И вот этим событием я хотела бы с вами поделиться. Ну, наверняка вы знаете, те, кто подписан на меня давно, что в нашем городе, в Кенчану Терми очень многие смотрят мой канал, смотрят инмэр и смотрят муниципальная полиция нашего города. Как-то там через Google Translate некоторые вещи понимают, прослушивают, какая-то и существует программа. Я не знаю, что это за программа, но она есть. Вот такой автоматический аудиопереводчик. Вчерашнее интервью, которое я записала не на данной платформе, а на моей второй платформе, на политической платформе с Роберто Нуццо, мне сделали замечание люди. Это абсолютно справедливо. Кать, ты понимаешь, вот очень громко слышна итальянская речь, поэтому русский перевод смотреть, слушать достаточно сложно. То есть можно, но сложно. Поскольку я закончила монтировать видео практически в 5 часов утра, я это тоже, конечно, поняла. Переделывать я уже не смогла, потому что лучше бы не получилось. Ну, поскольку я с этим видео и за скайпом, и за проблем со скайпом, я проковырялась очень долго. Но, вот понимаете, что не делается, то к лучшему. Потому что у нас очень многие жители нашего города посмотрели это видео. И вот это видео получил у нас, живет в городе один военный. У нас в городе много военных, много отставных, но много в том числе и тех, которые еще действующие. Значит, как он получил это мое видео, это интервью. То есть итальянцы его могут смотреть это интервью, там слышна речь. Там не надо включать этот самый аудиопереводчик. Я знаю, что и мэр наш сегодня посмотрел это видео. Он на обеде сейчас находится, он мне помахал, помахал. Я уже по его, скажем так, его реакции, он всегда очень вежливый человек. А вот по его реакции я поняла, что он этот видеоролик тоже уже успел посмотреть. И мне это очень и очень приятно. Вот. И, значит, сын одного военного, который на меня подписан, он проживает не в Кенчану терми, он проживает в Сиене. Он посмотрел этот видеоролик и своему отцу этот видеоролик отправил. Сейчас я хочу рассказать про отца. Отец не военный летчик, отец просто военный. И он из той категории, которой вот нет, 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 только не это, нет, нет, только не это. По какой причине? То есть как бы когда все вот это начиналось, естественно, у людей было очень много мнений. И никто даже близко не подразумевал, что нас вот так вот могут провести за нос. Потому что очень многие люди считали, ну, были не готовы к тому, что на такие подвиги, в кавычках, действующий режим, то есть прошлый режим и действующий режим мог быть способен. Поэтому очень многие люди, конечно, год тому назад повелись, а потом потихоньку стали все это дело понимать, что что-то не то происходит. И, кстати, вот что касается Pokemon Go, Pokemon Go, в общем-то вот в этом отношении аппаратура военная, она тоже реагирует. В общем-то, что мне сегодня утром вот этим человеком и было сказано. То есть потихоньку стали разбираться. Значит, с чего все началось? Я думаю, что в подразделении, в отряде вот у этого военного, вот, но его, наверное, статус можно приравнять, если говорить по российским иерархиям военным, наверное, к капитану или к майору. Либо так, либо так. Значит, несколько ребят, несколько солдат и несколько сотов фичали, то есть это, скажем, такие вот младшие офицерские чины, они были уверены, что вот это да, да, конечно, это нормально, это так и должно быть. И результат был в некоторых случаях даже назовем плачевный. То есть мужички такие спортивные, которые никогда не имели абсолютно никаких проблем, но в том числе и до другого измерения это стало происходить. И вот тут стали резко по этому поводу задумываться. И вот как он мне сегодня утром рассказал, что после этого их начальство, военное начальство, верховное, они стали очень сильно форсировать ситуацию. Потому что поскольку таких случаев становилось больше, больше и больше, а военная иерархия, это правильно сказал вчера Роберто, что это особенная вещь, в любом случае это, скажем так, вот образ жизни командный, упал отжался, вот, и особенно там думать не надо, только надо выполнять команды. И военные иерархии высшие, они, конечно, этим всем пользуются, потому что если у светских людей у нас все-таки до сих пор остается возможность выбора, то там с этим было значительно сложнее. И очень многие ребята, которые пошли на это, все правильно говорил Роберто, они шли как на плаху, шли как на плаху. И тоже, скажем так, результаты у многих, ну, сами понимаете, когда такой процент уже высокий, ты действительно это никаким образом не спрячешь. Ты понимаешь, что, ну, не надо, не надо принимать участие в этом во всем, потому что это что-то не то за этим стоит. И почему вот информация, истинная информация, она скрывается и так далее. Ну, в общем, вот этот вот военный из нашего города, он тоже вступил вот в такую борьбу с высшим командованием, чтобы вот именно его отряд, его подразделение, я в этих иерархиях военных не разбираюсь, но если капитан или майор, там какой у него, ну, не дивизия, дивизия, наверное, это у полковника или у генерала, но там тоже, значит, какая-то вот группа, группа, часть войск. Он сказал, что нет, я не хочу, и ребятам тоже это не надо, стал защищать. Но на него, естественно, там всевозможные наезды, и вот сейчас сентябрь месяц начинается, сейчас у них, тоже у них был отпуск, сейчас месяц август, и сейчас сентябрь месяц будут пытаться всячески закручивать гайки. И причем, как ему это все представляли, говорили, что ты один такой, вот ты один там капитан или майор, кто он, ты один такой, потому что все остальные, они сказали, да, все остальные, вот они такие сознательные, потому что они понимают, что общественное это выше личного, помните, нас когда-то этому, конечно же, учили, и на него пошли всевозможные наезды. И он говорит, я не знал, что делать, я не знал, каким адвокатом обращаться, как вообще, обо что головой удариться в данной ситуации. И вдруг, говорит, я посмотрел вот это вот интервью, которое ты взяла вот у этого Роберто Нуццо, все прекрасно прослушивалось, он нашел его в телеграм-канале. А до этого, вот у нашего соседа военного, у него телеграм-канала не было, вот, а сейчас, говорит, я зарегистрировал телеграм-канал, то есть сын помог зарегистрировать, я уже с ним связался. А я вам хочу сказать, что вот Роберто Нуццо, он вот такой дядька, он действительно замечательный дядька, оказался, в общем, мы с ним дружим. Я, более того, он дал мне номер телефона Карабинера, причем такого достаточно высокого, высокое звание у него. Я на следующей неделе обязательно и у него возьму интервью, потому что, друзья, я считаю, что вот в том формате, в котором мы сейчас с вами находимся, нам надо, естественно, больше общаться именно с военными и с полицией, потому что режим пытается их руками на нас на всех надавить, поэтому вот мы должны понимать их психологию и вообще сами, как они себя в данной ситуации чувствуют. И вот смотрите, в результат, что я познакомилась еще с одним человеком из нашего города, причем он сначала обратился к моему мужу, потому что у него был контакт моего мужа. Все-таки мой муж местный, вот, и его семью здесь очень хорошо все знают, поэтому он нашел контакт моего мужа, позвонил моему мужу, там сделал мне огромное количество комплиментов, там всевозможных дифирамбов. Вот, мой муж дал телефон, мы с ним поговорили, я тоже помогла связать с Роберто Нуццо, в результате они уже между собой тоже связались и, в общем, будем надеяться на то, во всяком случае, у человека появился свет в конце туннеля, что вполне возможно, ведь адвокаты работают с Роберто Нуццо, и они помогут, эти самые адвокаты, вот, избежать и ему вот этой вот участи нет, нет, только не это, нет, нет. Ну, и в том числе ребятам, которые служат в его подразделении. Смотрите, это же замечательно, это такие маленькие шажки, но вот эти шаги, благодаря ним все-таки мы делаем одно большое дело. И вот в конце данного сюжета я хочу сказать вам, что вот это единение в Италии, оно очень сильное. Вот правильно сказал Роберто Нуццо, что те люди, которые думают здесь одинаково, в одном направлении, здесь нет склоп в этом отношении, здесь есть полная, абсолютная солидарность. Потому что вот магистрат Джорджиани, когда он создавал свою ассоциацию, и Роберто Нуццо, это человек из его ассоциации, а сейчас у него своя ассоциация. То есть он продолжает состоять в ассоциации магистрата Джорджиани, но он сумел организовать свою ассоциацию. Его ассоциация, она дала толчок для создания других ассоциаций. И здесь нет никакой вот этой вот агрессии между ними и чувства конкуренции, потому что все прекрасно понимают, что чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. Не до конкуренции сейчас. Мы же не колготки с вами продаем и не кроссовки, правильно, и не стабилизаторы. Вот мне его починили, где он, мой стабилизатор. Все в порядке работает. Если бы мы стабилизаторы продавали, тогда была бы конкуренция, а мы делаем одно общее дело. И вот, кстати, и по поводу блогеров, и по поводу итальянских СМИ, и по поводу создания новых СМИ независимым, как это будет происходить, какие планы у нас возникают по этому поводу, это я делаю сейчас небольшой анонс, и завтра я эту тему раскрою пренепременно. Именно взаимодействие итальянских ассоциаций, которые сейчас занимаются общим делом. Как это все строится, на чем это все базируется. Я думаю, что это будет достаточно интересный стрим, и стрим, который даст возможность очень многим людям подумать, в принципе, как можно переформатировать работу, независимо от того, где вы проживаете. В Италии, в Германии, в других странах французов этому учить не надо, потому что во Франции французы очень большие молодцы. И вот в таких случаях у них всегда было единение, народное единение, сплоченность. Поэтому вот многим вещам я считаю, что многие другие страны вот таким организациям, как наши, ассоциациям, как наши, надо поучиться, конечно, этого лишним не будет. Друзья, вот такие вот у нас времена, поэтому хотела вам рассказать вот такой сюжет, как посредством вчерашнего моего видео, которое с точки зрения аудиозаписи, может быть, было не самым совершенным, я смогла помочь человеку из нашего города. И будем надеяться, что эта помощь, она будет оказана не только ему, но и тем ребятам, которые, от которых от него зависят, которые зависят от его решения. Пустячок, но, пустячок, но важно. И очень приятно. А сегодня вечером, друзья, на моем втором канале политическом мы с вами поговорим про Лену. Вы помните, да, историю Лены из Литвы. Она сама гражданка Литвы, но приехала из Ирландии. Она сейчас находится в заточении на Сицилии. Невероятная история, просто какое-то зазеркалье. Та история, она у меня подробно озвучена на моей второй платформе, на моем втором канале. И сегодня вечером на моем втором канале будет раскрытие этого сюжета. Что же происходит? Я вообще восхищаюсь Леной, ее жизнестойкостью, ее дееспособностью, то, что она очень стрессоустойчивый человек. Потому что та ситуация, в которую она попала, поистину вам скажу, что не каждый мужчина перенесет. А она все-таки держится очень и очень стойко. Спасибо вам большое, друзья. Я вас очень люблю. И увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok И я хочу как постскриптум снять. К большому сожалению, вот нескольких у нас закинули в город. Сказали, что 10 человек, что ли, ну, притащили. Вот, пожалуйста. Да, вот такие времена у нас.